Друзья мои, всем привет, всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал Деревенский Дневник очень многодетной мамы и канал Мать-Геройня. Мои хорошие, будем с вами обсуждать последние сводки с полей. Напоминаю вам о том, что у меня появился телеграм-канал, ссылочку на него я обязательно закреплю в комментариях, ну а также своих хороших и добрых зрителей. Я хочу поблагодарить за ваши лайки, за ваши подписки, за ваши хорошие, добрые, веселые, интересные комментарии. Огромное вам спасибо за вашу поддержку. Ну что, наша амнезия Поберуховна, друзья мои, как всегда в ударе. Да, Лёлька вышла в телеграм-канал со своими лепешками и в очередной раз решила всех сразить на повал. Вышла, поприветкалась и говорит, ой, я решила здесь появиться с новостями, мол, езжу к врачу каждый божий день. В субботу, говорит, у меня будет последнее обследование, анализы, прием врача. Да-да, говорит, все это будет в субботу. Ребят, насколько я помню, в субботу у нас 30 число, ну хорошо, хоть сказала не в воскресенье, да, но в субботу почему, конечно же, может быть, очень даже может быть, естественно, да, но дело даже не в этом. Она говорит, пока мне вам сказать нечего. Как интересно. То есть начала она свою лепешку с того, что я к вам с последними новостями, но потом говорит, пока мне вам сказать нечего. Лёлька, ты знаешь, что мне здесь напомнило прям Лёху Колесникова, у которого Светку с маленьким ребенком, с Ефремкой увезли в больницу на скорой. Ну и Лёшка, собственно, вышел несколько дней тому назад с роликом «Последние новости из больницы». Ну и, собственно, когда сел рассказывать нам, зрителям, какие же там мы ждали, какие последние новости думали мы, что нам сейчас расскажет Колесников. А он сказал, да, собственно, новостей-то и никаких. Нет никаких новостей, всё по-прежнему, всё по-старому. Точно так же и померуха, друзья мои, вышла. Я решила к вам срочно. Я бежала за вами три дня и три ночи, дабы сказать о том, как вы мне безразличны. Да, это примерно из этой же серии. Лёлька бежала за своими зрителями. Я решила рассказать вам, да, поделиться последними новостями, а никаких новостей-то и нет. Ну, просто замечательно. Лёль, просто зашибись. Она говорит, ой, ну что, говорит, будет у меня, у меня, говорит, две проблемы. Две, говорит, очень такие серьёзные проблемы. Будет, говорит, комплексное лечение. Мне, говорит, пока вам нечего сказать, но, 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 говорит, возможно, всё будет решаться где-то в середине января. Ребят, насколько я помню, там где-то вроде в середине января как раз-таки у неё должны быть очередные разбирательства фаз. По-моему, вроде как-то так, да. Я так думаю, что, возможно, всё это дело, конечно же, и приурочено как раз-таки к тем, к тем, друзья мои, вот этим вот нарушениям, закона о рекламе, да. И, собственно, вот Лёлька по этой причине, возможно, и так слегла. Ну, об этом мы с вами ещё говорили по горячим следам, как только Лёлька в пятницу вышла со слезами на глазах, рассказывая о том, что вот-вот, вот-вот-вот-вот-вот-вот в понедельник, возможно, её кладут в больницу. Ну, и здесь вот она и говорит, что, да, возможно, всё разрешится где-то в середине января. Ну, понятное дело, как всегда, ребят, решила нагнать жути ради для, вернее, своих хомяков, дабы своих хомяков-обожателей напугать, как всегда, уже до цугундера. И добавила, больше мне вам пока сказать нечего, потому что, говорит, потому что, говорит, пока добавить и сказать мне вам нечего. Как интересно. То есть, смотрите, в пятницу ей было что сказать, да, в пятницу она ревела, она плакала, она кричала, молитесь за меня, пожалуйста, да. Все хомяки там были взбудоражены, все переживали, все там буквально ночей не спали, наверное, весь лоб себе расшибли, дабы молиться за Лёльку. Лёлька сказала о том, что в понедельник будет денег, да, в понедельник она проскакала, вместо того, чтобы поехать там в больницу, как она сказала, да, меня, возможно, положат в больницу. Нет, она где-то там скакала возле ЗАГСа. Ну, а сегодня вообще несет какую-то очередную хрень, рассказывая о том, что все новости, возможно, будут где-то, так скажем, да, все разрешится не раньше середины января месяца. Чего к чему, вообще непонятно. Я так думаю, что Лёлька просто решила на ровном месте замутить очередную интригу. Я, говорит, понимаю ваши чувства. Мол, говорит, зачем, говорит, выходить в кружок, раз нечего сказать. Да, то есть она сама понимает, что она вышла, вроде как с новостями, но при всем при этом сказала о том, что новостей нет никаких, да. Ну, говорит, ничего, говорит, не переживайте, все у меня хорошо. Подлатают, говорит, и все будет замечательно. А главное, сказала Лёлька, главное, чтобы родные были счастливы, были здоровы, чтобы все было хорошо. И, друзья мои, в общем, как-то так, представляете? Да, все, говорит, будет хорошо, и все будет прекрасно. И вот мне, знаете, что интересно, вот она говорит, вот, еще пока ничего не известно, все известно будет в середине января, вот, в субботу еще будут у меня анализы, в субботу будет еще прием врача, да. Но уже сейчас Лёлька констатирует, мол, все хорошо, подлатают, и все будет замечательно. Лёль, ты знаешь, между пятницей вечером, когда ты вот начала рассказывать о том, что у тебя все ужасно в жизни, и тебя уже буквально кладут на операцию, и между вот сегодняшним днем, да, ну, я бы сказала, совсем небольшая разница. Ну, тогда ты плакала и просила, чтобы за тебя молились, а сейчас ты скачешь, как коза-дереза, да, предыдущий шорт, который она выкладывала, где она там, мужик, да, идет, как говорится, она его со спины снимает, мы сегодня с вами этот момент обсуждали, наглазками играет, кокетничает, да, смотрит на него таким томным взглядом, ну, и засовывает пальчик в рот. Ну, понятное дело, появился мужичок, друзья мои, и показал Лёльке небо в алмазах, поэтому сразу же настроение у Поберухи, конечно же, улучшилось, естественно, естественно, все хорошо, все прекрасно. Ну, в общем, что, говорит, ну, и как всегда, да, вот, говорит, я вчера, а спасибо, говорит, вам за комментарии, вчерашний ролик, ну, тот самый ролик, где Лёлька, значит, показывала нам опять, какая она прекрасная хозяйка, какая она прекрасная мать, где она и готовила, и стирала, и убирала, и все на свете делала, и там было еще две рекламы, значит, две рекламы, да, ну, почему, по какой причине она и вышла. Она говорит, спасибо вам за комментарии, но опять, мол, просмотров нет, ролик такой хороший, такой добрый ролик, и опять на последнем месте. Но ничего, сказала Лёлька, я буду продолжать снимать. Да, Лёль, ты до этого говорила о том, что так тебе сейчас сложно, столько штрафов, столько штрафов, что ты будешь просто, не будешь, вернее, вылезать со стримов и будешь без конца снимать ролики. Но этого, я смотрю, опять не произошло, понятное дело, зачем ей это делать, да, зачем ей это надо, когда она на рекламе и так заработает бешеные деньги. Ну и, собственно, друзья мои, хороший вчерашний добрый ролик, я его вчера обозревала по горячим следам, сразу сказала, что смотри, там было абсолютно нечего. И если бы не две вот эти вот рекламы, которые они как раз-таки отрабатывали вместе с Лёшкой Картошкой, то Лёлька и с роликом бы с этим бы не вышло. И это понятно уже абсолютно всем, да, об этом мы с вами говорим каждый божий раз. Ничего там доброго, ничего там интересного даже близко не было. Лёлька опять играла роль прекрасной, заботливой матери, прекрасной хозяйки, такой она на самом деле никогда не является. Просто так выходит в эфир, да, выходит, так скажем, с роликом, дабы продемонстрировать и устроить самую настоящую показовку. Плюс еще и потому, что Лёлька все-таки не теряет надежды получить статус мать-героиня, да, получить вот этот вот заветный миллион. А для этого, конечно же, ей в копилочку нужны вот такие вот прекрасные ролики, где она работает, где она показывает, какая она молодец, как она заботится о детках, как она занимается, значит, проводит время со своими детьми, как она стирает, готовит, убирает и так далее. В общем, еще один такой ролик в ее копилочку. Ну что, друзья мои, вот такой у меня получился совсем, я бы сказала, небольшой обзор. Это последние новости у Лёльки. Больше на данный момент ничего нет, не знаю, может быть, позднее она выйдет на стрим, как знать. Всех целую, обнимаю, всем пока-пока и, конечно же, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok